Здравствуйте! Нам нужно изобразить следующую функцию на координатной плоскости. И нам даются область определения функции и область значений, множество значений, которые может принимать функция. Исходя из условия, я предположу, что минус 8 соответствует 4, минус 6 соответствует 3, минус 4 – 2, минус 2 – 1, и 0 соответствует 0. Именно такая связь будет между переменными. Ведь может быть несколько функций с такой же областью определения и областью значений. Например, минус 8 может соответствовать значению 3, а минус 6 – 4. Может быть много таких функций, но мы предполагаем, что соответствия между значениями именно такие, которые мы озвучили в самом начале. То есть они идут попарно, по порядку. Приступим к построению графика этой функции. Проведем сначала оси. Это у нас область определения, значение, которое может принимать независимая переменная. Это ось х, горизонтальная ось. Область определения – это не положительные числа, а область значений – не отрицательные числа. Поэтому график будет располагаться во второй четверти. Вот как-то так. Максимальное значение, которое может принимать независимая переменная – это 0, а минимальное – минус 8. И все числа из множества определения функции четные. Значит, отмечаем на оси х 0, минус 2, минус 4, минус 6 и минус 8. Вот как-то так. А область значений у нас от 0 до 4. Это будет 1, 2, 3 и 4. Мы предположили, что если независимая переменная равна минус 8, то функция равна 4. Отметим эту точку на координатной плоскости. Если мы рассматриваем первую пару, то ей будет соответствовать точка с координатами минус 8 и 4. Давайте назовем оси. Это ось х, а это ось f . Тогда если х будет равен минус 6, то f будет равен 3. Отмечаем эту точку. Вот она. Если х равен минус 4, то f равно 2. Это будет точка с координатами минус 4 и 2. Если же х равен минус 2, то f равно 1. f равно 1. И, наконец, f равно 0. Эта точка находится в начале координат. Ну, вот мы и построили график функции. Обратите внимание вот на что. В самом начале мы только предположили, что у нас именно такие пары соответствий, расположенные по порядку. Например, минус 8 и 4, минус 6 и 3 и т.д. На самом деле с такими же областями определения и значений может быть много разных функций. Но поскольку значения записаны именно в таком порядке, то мы и предположили, что должно быть именно так. А на этом все. До скорых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...